здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я готовлю очень красивую глянцевую плотную шоколадную глазурь без шоколада без сливок без желатина и без сливочного масла глазурь получается очень бюджетная готовится она буквально за несколько минут то есть займет ее приготовление несколько минут вашего времени получается она всегда здесь главное знать способ приготовления и пропорции глазурь получается со вкусом темного шоколада не молочного именно темного и так что нам для этого понадобится здесь у меня 100 грамм очень холодной сметаны то есть не обязательно ее делать комнатной температуры 100 грамм сахара сахара можете брать до 150 грамм но вот я вам даю очень хорошие пропорции с которыми глазурь получается очень красивой сейчас перемешиваем всю эту смесь до однородности сметаны здесь у меня 24 процента жирности сахар окончательно растворится только при нагревании поэтому не нужно здесь ждать пока он растворится в холодной сметане сметану можно брать от 20 до 30 процентов жирности здесь отправляю туда 50 грамм какао порошка в два приема я просеиваю просеивать нужно обязательно здесь именно в холодную смесь просеиваем зачастую при приготовлении данной глазури совершается одна распространенная ошибка что какао добавляется уже в горячую смесь на плите и тогда у многих подобного рода глазури идут комками вот этого делать нельзя именно все делаем в холодном виде сейчас смешиваем видите все равно мелкие крошки остаются удаляем их от какао перемешали все с какао порошком и идем сейчас на плиту на очень умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании силиконовой лопаткой мы доводим всю эту смесь до кипения сначала смесь естественно у нас станет жидкой потом она будет густеть по мере уже застывание после плиты обязательно нужно ее постоянно непрерывно помешивать это главное здесь условие и очень умеренный огонь если у вас нет кастрюли с толстым дном делайте все это на паровой бане я не делаю никогда на паровой бане всегда готовлю прямо вот в кастрюле видите смесь начинает закипать так и должно быть и сейчас при первом появлении пузырей отсчитываю примерно 30 секунд больше я и здесь не кипячу эту глазурь при непрерывном помешивании и снимаю с огня она еще очень жидкая будет хотеться ее еще и еще уваривать я этого не делаю видите вот она очень еще у меня горячий сейчас опять через сито обязательно я ее процеживаю и отправляю в ту емкость где она у меня будет остывать когда мы процеживаем эту смесь через сито все не промешанные вот эти вот комочки какао у нас уходит и уходит лишний воздух здесь я беру обычный какао порошок не алкализованный обычные и получается все прекрасно смотрите вот так у нас выглядит кастрюли то есть ничего не пригорело если все делать правильно все у нас получается превосходно даю сейчас постоять минут вот так вот 20 чтобы смесь достигла 40 градусов цельсия в помещении у меня очень холодно я вам покажу как это будет при 40 градусах цельсия как она сейчас нанесется на поверхность смесь еще очень и очень подвижная то есть если мы сейчас будем наносить ее на торт эти подтеки будут очень активно оплывать просто миска стеклянным не очень холодная и охладила глазурь который имеет 40 градусов цельсия температуру наношу на эту миску видите еще очень много пузырей глазурь еще очень подвижная то есть при 40 градусах цельсия эту глазурь я наносить не советую специально вам показываю здесь все варианты чтобы вы наглядно все это посмотрели делаю такие импровизированные потеки прямо шпателем можно делать также из кондитерского мешка и обязательные условия когда вы будете наносить эту глазурь на торт торт должен быть очень хорошо охлажден либо же пирожные можно эклеры естественно этой глазурью покрывать глазурь имеет насыщенный вкус именно темного шоколада не молочного вот данная глазурь теперь я остудила эту глазурь до 30 градусов цельсия и смотрите совсем другой эффект она уже менее подвижно это глазурь эта температура идеально для нанесения этой глазури и она уже менее подвижная она практически уже не имеет пузырей воздуха в себе и подтеки получается очень плотными глянцевыми и в создается такое впечатление что мы делали ее с добавлением желатина хотя желатин мы не добавляем в этом случае для сравнения я сейчас вам показываю две этих емкости на которые мы наносили глазурь в большой емкости у нас 40 градусов она была и в маленькой емкости 30 видите где 40 градусов естественно она не так блестит у нас здесь большое количество пузырей в ней и подтеки сильно оплывают вниз где 30 градусов она выглядит очень профессионально это глазурь и очень красивые подтеки получаются из нее вот так она выглядит спустя еще час здесь уже 20 градусов цельсия она имеет можно хранить ее в герметичном контейнере эту глазурь в холодильнике в течение недели потом можно ее также разогреть в микроволновке импульсами либо на водяной бане и наносить уже на нужное вам кондитерское изделие такого количества глазури которую мы приготовили может хватить на покрытие двух средних тортов и также на приготовление подтеков именно отдельных подтеков для пяти примерно таких среднего размера тортов то есть это хорошее количество здесь глазури мы приготовили желание можно будет добавить туда кто захочет 30 грамм сливочного масла но для сохранности вида и консистенции этой глазури я этого не делаю потому что в зависимости от качества сливочного масла бывают такие случаи что она начинает отсекаться глазури и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео